Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В документах указали, что уходят по собственному желанию. 14% закончился договор, 8% ушли по соглашению сторон, 1,7% по сокращению. Что касается приема на работу новых сотрудников, то в первом квартале статистика довольно оптимистичная. Взяли почти 16 тысяч человек на 3% выше уровня первого квартала прошлого года. Программа «Экономика». Из-за коронавируса подорожали витамины и мыло. Еще ряд товаров сообщает Волговецкое главное управление Банка России, где собрали статистику по инфляции за апрель в ПФО. Годовая непродовольственная инфляция в округе ускорилась до 2,8%. Из-за коронавируса выросли цены на термометры, витамины и бинты. Более частое и тщательное мытье рук ускорило годовой рост цен на мыло. Из-за перехода на работу из дома ускорилось подорожание ноутбуков заметнее всего в округе, в Мордовии и в Кировской области на 7,5%. Другая электроника, планшеты, смартфоны, телевизоры в апреле по-прежнему стоила меньше, чем годом ранее, благодаря насыщенности рынка. В то же время в условиях самоизоляции при снижении передвижений граждан и остановке работы магазинов замедлился рост цен на топливо. Годовое дорожание во всех регионах Привожского округа не превысило 2,5%. Банк России наводит порядок в сфере предоставления кредитных каникул. За ними можно обращаться при снижении доходов на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году. Если заемщик не соответствует определенным законным критериям, банк может предложить ему реструктуризацию по собственным программам. Не все граждане понимают разницу между кредитными каникулами по закону и реструктуризацией от банка. И как рассказал управляющий отделением по Кировской области Волговятского главного управления Банка России Сергей Крюков, некоторые финансовые организации пользуются этим и предлагают заемщикам, которые вполне соответствуют критериям закона, собственные менее выгодные программы реструктуризации. Банк России направил банкам, микрофинансовым организациям, кредитно-потребительским кооперативам информационное письмо и рекомендовал им улучшить качество информирования заемщиков. В частности, информировать заемщиков всеми возможными способами обо всех существующих вариантов реструктуризации, о порядке начисления процентов и возвращении к графику платежей, всех правилах и особенностях оформления различных видов кредитных каникул, отсрочек и льгот. Заемщик должен понимать разницу между альтернативными способами реструктуризации и делать выбор, будучи проинформированным. Если заемщик считает, что при предоставлении реструктуризации его права нарушены, можно позвонить в Банк России на горячую линию 8 800 300 3000 или оставить жалобу в интернет-приемной на сайте банка. Завершение валютах. Доллар сегодня 70.75, курс евро 78 рублей 55 копеек. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове.